МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне группировки боевиков в очередной раз открыли огонь по автодороге, тем самым нарушили условия перемирия. Сегодня, рано утром, мы выдвигаемся в джобер для нанесения ударов по снайперам террористов. Мы мерзнем, и непонятно от чего, то ли нам действительно холодно, то ли от недосыпа, ведь спать ложились мы где-то 2-3 часа назад. Но работа есть работа. Офицеры сирийско-арабской армии должны обезопасить движение по автодороге. В умелых руках сирийских танкистов нарезное орудие танка Т-55 позволяет вести кучный снайперский огонь по позициям боевиков. Таким образом экономится ресурс основных танков. Там, где не надо входить в ближний бой, Т-55 отлично справляется с отстрелом террористов. Боевая машина выходит на позицию. Командиры сирийско-арабской армии всегда рядом с экипажем. Пропустив гражданский автомобиль, звучит команда «Огонь». Водители следующих по автодороге предупреждают о том, что идет операция. Тем, кто решает ехать дальше, рекомендуют ехать с большой скоростью. Чтобы не дать боевикам использовать противотанковые средства, по целям бьет зенитная установка. Корректировщики доложили о движении противника. Видимо, попадание удачное и сразу идет добавка. Дистанция до противника 300-350 метров. Идеальная для снайперов. Если танкисты прикрыты броней, то нам надо быть осторожными, чтобы не подставиться под выстрел. Отстреляв по целям, мы меняем позицию. Когда танк съехал, я обнаружил, что камера завалилась. Я поднимаю завалившуюся камеру, экипаж получает указание. До следующей позиции мы решили пробежаться. Получилась своего рода утренняя разминка. Продолжение следует... Мы чемпионы, мои друзья! Регностировка местности проводится вместе с экипажем. Танкисты на месте получают целеуказание. Вон тот дом, правее и вглубь. Вон туда вглубь. Давайте, ребята, по местам. Вон там, за красными баками, находятся боевики. Там они прячутся. Надо бить туда. Все это дома, занятые ими. Надо бить по ним, чтобы не высовывались. На исходные позиции выдвигается ударная крупа в составе зенитной установки и танка. В первую очередь военные открывают огонь из зенитной установки, чтобы не дать высунуться гранатометчикам террористов. Под прикрытием зенитки на огневую позицию выходит танк. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Находясь за танком, я искал место, за которым можно укрыться и решил сесть за обломок плиты. Решив, что этого достаточно для относительно безопасной съемки. Великолепный, еще туда. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В зависимости от поступающей информации огонь из зенитки переносится на разную глубину кварталов, где засели боевики. Сирийские военные, как обычно, демонстрируют ювелирную работу. Ведь движение по автостраде не перекрыто, люди продолжают ездить по своим делам, а по позициям террористов ведется огонь. За время нашей съемки ни одного мирного жителя ранено не было. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отработав по целям, мы снова меняем позицию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это наша следующая остановка. Танк занимает позицию, а мы ищем место для наблюдательного пункта, импровизируя на ходу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пара выстрелов по позициям боевиков, и на сегодня работа окончена. Снайперат-террористов в этот день не стреляли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, Анна Ньюс, Дамаск.